Итак, поехали, так, я не то открыл, пардон, мне вот это надо. Итак, откроем нашу папочку только что созданную, open folder, рабочий стол, и папочка у нас называлась... Borders. Нет, Borders, да, CSS Borders. Вот она, ее мы открыли. Я в ней создам один файлик только, я буду писать все сегодня в одном файле. Вы опять ленивый? Да, я опять ленивый сегодня. В следующий раз в четверг не буду ленивым, будем писать в двух файлах. Не-не-не, четверг не будет ленивым. Да, ну так вот, здесь я создаю индекс. Что такое? Индекс.HTML, да? Почему нет индекс? Ну, я потом вам покажу, когда будем заливать на хостинг уже, почему именно индекс. Причина на это есть. А что означает HTML, вводит атрибут в банк? Lang? Язык, от слова language. Английский, мы можем указать ru. А что будет? Ну, наш сайт будет восприниматься как русский сайт. Так, а русский же, он же... А можно... Не, это поддержка русского. А это на каком языке сам ресурс. А можно... Китайский. Ну, юа надо написать. Напишите китайский. Я не знаю, как будет китайский. Ч, 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 чайнис. Сейч, да? Ну, не важно. Итак. Мы изучали не делали ничего. Я здесь верну на ru. У нас будет русский. Все-таки. Но мы сегодня разберем с вами, как же делаются фигурки из бордеров. Что такое бордер? Все помнят? Да. Рамочка. Ну, давайте я вам напомню. Мы создадим какой-нибудь div. Создадим ему какой-нибудь класс. И класс будет... TMP. Вот такой класс. И здесь я делаю текст стайл. Помните, да? Temporary. Temporary временный. Я подумал, что temple храм. Temp. TMP у нас будет иметь вид, допустим, 100. Hate 100. И background 369. Давайте откроем эту страницу и увидим, как это выглядит. Вот такой вот. Квадратик, да? Давайте назначим ему бордер. Бордер. Помните, как назначается бордер? Да. 5 пикселей. Solid. Solid red. Да? Солидный, красный. Да? А это, чтобы он не увеличился, салон на 50? Нет. Это же не тень. Это же бордер. Чтобы он не увеличился, надо боксайзинг поменять. Да. Можно поменять боксайзинг на бордер бокс. И вот он теперь. Вам нажимают в прочей, если там ничего не происходит. Да. Да. Это просто предложение купить. А потом вы сможете вот здесь вот help, enter license, и высланный вам ключ сюда ввести сможете. Вот видите, на странице, на какой надо зайти, чтобы купить. Там указано сверху. И вот повезет. А что будет? Не будет вот это окошко высвечивать и все. О том что? О том, что его надо купить. Вот это вот... Ну, когда вы сохраняете... Одной штучке вот этой и покупать. Нет, ну проще в блокноте писать. Как вам сказать? Редактор неплохой. То есть, если мы хотим поддержать разработчиков, то мы можем его купить. Вот такая идея. Нет, это лучше, чем визуальные редакторы. Есть визуальные редакторы, но в них качество потом продукта гораздо хуже. Типа основное сделать так, а потом узнать, где нет. Нет, нет, нет. Не получится. Все равно, столько, что вы можете сделать кодом, вы никогда в жизни в визуальном редакторе не сделаете. Так как надо. Ну почему? Вы же здесь не можете задавать полностью, но ты можешь очень... Вы можете контролировать поведение. Вот что очень важно. Так, ну ладно. Мы здесь сделали этот временный, да? Элемент, темпы. Хорошо. Мы ему задавали бордер и все замечательно. Теперь давайте поиграемся с бордерами. Я задам бордер с каждой стороны разный. Это у меня будет бордер лефт. Потом бордер топ. Он будет у нас грин. Бордер ботом. Он у нас будет... Не знаю. Ред, блу, блэк. Надо, чтобы они не отличались сильно. И райд. А это белый. Белый тоже плохо видно. Оранж хорошо. Оранж хорошо. Пурпул будет с красным сильно сливаться. Вот он. Теперь давайте сделаем что? Давайте увеличим бордеры. Они у нас были по 5 пикселей, а я сделаю по 50. О-о-о-о. Так это будет... Субтит, чем будет маленький. А тут не важно. У-у-у. Тут интересен вот этот эффект. Ну, я сразу перестарался 50. Я хотел поменьше. Но... Я забыл, что он у меня 100 на 100. Ага. К этому я хотел только пристремиться, так сказать. Но тем не менее. А что вы можете увидеть? Глеба, да. Что бордеры стыкуются под углом... Да? Мы это разобрели, да. А, так вы говорите, что мы этого не разбирали мне. Ну, мы... Ну, треугольник мы не делали, а вот это мы делали. То есть, если я уберу сейчас боксайзинг, он будет увеличиваться на бордеры, да? Теперь я сделаю следующее. Я уменьшу его размеры до ноль. На ноль. Будет только бордеры, да? Давайте мы здесь зададим каждый бордер по 200 пикселей. А то же самое, что его нету, да? Теперь смотрите. Вот это мы уберем, все, да? А нам больше не надо. Нам интересуют только бордеры, да? Хотя, вид за хейк ноль лучше задать. Потому что иногда может быть вот такой вот. Поэтому я рекомендую В ноль и Х ноль оставить. Ну, а теперь интересные моменты. Давайте будем делать их прозрачными. Давайте, например, бордер райд. Я сделаю не оранж, а я сделаю такой цвет, который называется транспарент. Можно задать только FGB, а только H сделать вот так? Можно. Ну, так проще. А в то же случае? И что, да, было бы. А, и типа если убрать три стороны, то получится. Да, а теперь давайте мы уберем три стороны. Вы абсолютно верно подметили. Я оставлю только левый. А если просто 0, то сюда будет высота. Три прозрачных. Теперь возникает вопрос. Чем определяется высота вот этой ширины? Высота вот этой стороны. Этой стороны. То есть вот эта вот высота. Нет, не шутка. Ну, вот от этой точки до этой. Это что? Это бордер топ, правильно? Да. То есть если я буду менять бордер топ, допустим, изменю на 100 пикселей, что получится? Что вот эта вот верхняя часть, верхняя половина, станет меньше. Таким образом, если я уберу бордер топ вообще, то получится прям угольный треугольник, правильно? Понятно? Тут вопросы есть? Нет. Вопросов нет. Это хорошо. А то же я вижу, чтобы размести крем, ладно? Да? Мопсика такого. А садик, да? Что с тем сайтом? Мопсик еще живой? Пока туда руки не доходят, ладно. Ну, значит, мопсик живой. Живой, живой. Так. Тут вопросы остались какие-то? Неожиданно. Ну, понятно, что бордер райд нам на самом деле сейчас тоже не нужен. Потому что он прозрачный. Да, и ничего не изменится. Абсолютно. То есть идея в чем? Комбинируя разные бордеры, мы можем построить треугольники разной формы. А если полностью убрать, то просто... А что если я сделаю бордерботом больше? Какую форму он приобретет? Допустим, здесь тысячу. Он будет... Он станет выше намного, да? По идее он станет... Ой, стой, я написал. Я хотел тысячу. Получился клин, да? То есть вот так вот стало тысяча, а вот так вот стало что? Двести. Двести. Могу, понятное дело, здесь поставить, например, пятьсот. И тогда будет вот так. А что если вообще один бордер поставить? Не, один он вроде не будет вообще. Высота за счет одного из них идет. Ну, то есть смотрите, если я этот уже ноль поставил, да? То он у меня вообще пропал. Если один... То будет очень маленький. То будет вот такой вот. Если десять... То уже вот так. Тут понятно? Вопросы? Неужели ни у кого нет никаких вопросов? То есть вы сами сможете составить мне несколько бордеров? Давайте я вам закажу три фигуры из бордеров, а вы мне их сделаете.